Антон, ну если можно по голам, которые сегодня оказались в ваших воротах, ну для начала по первому, что там случилось? Оборона не справилась? Да просто пропустили гол. Конечно, неприятно, оборонялись, но где-то зевнули немножко и получили гол. Хорошо потом отыгрались в первом тайме, а во втором тайме игра была до гола. Мы пропустили, хотя у нас было очень много моментов, я считаю, что счет абсолютно не по игре. Мы играли сегодня очень хорошо, у нас было много моментов, но игра идет во втором тайме, шла до гола, да, и после этого уже, конечно, мы побежали отыгрываться, в результате, вследствие чего мы пропустили и третий гол. А что такого сделал Спартак, что вынудил на бо забить в свои же вороты? Я не могу сейчас сказать, очень сложно, потому что нужно посмотреть повтор, сейчас у меня какие-то смутные сомнения, я, честно говоря, не, скажем так, сейчас, в общем, наговорю непонятные вещи, а на самом деле, может быть, по-другому. Надо посмотреть повтор. Оказалось, что было бы улучшение, что ли, да? Ну, мне, да, мне с какой-то стороны показалось, но все равно, тем не менее, можно было этот мяч выбивать, конечно, получилось, что гол в наши ворота. Он, думаю, надломил вас этот или нет? Я повторюсь еще раз, что игра во втором тайме шла до гола, и мы не смогли забить, в результате мы пропустили. Можно сказать, что третий мяч, вот каким он был, уже психологически было сложно, да? Мы просто побежали отыгрываться, вследствие чего остались большие зоны, и несколько раз были опасные моменты Спартака, и один из этих моментов закончился голом. А то, что игра ваша надломилась после второго пропущенного гола, ничего не смогли, по сути, создать? Она не то, чтобы надломилась, просто мы побежали вперед, мы хотели забить, отыграться, у нас это просто не получилось. Хотя я считаю, что мы переиграли Спартак, были интереснее Спартака, играли. Но вообще, сегодня футбол получился очень зрелищный и очень интересный, я думаю, что болельщикам он очень понравился. Хотя в таких условиях, конечно, играть это нельзя, и поля ужасные, ну и погода у нас тоже, ну, в общем, что нужно тренироваться, работать. Я думаю, что мы на правильном пути, у нас все должно получиться, должно прорвать, и я надеюсь, что в следующих играх, в ближайших, мы начнем играть, забивать и добьемся результата. Вы на следующий матч в этом же свитере, вратарском выйдете или поменяете уже, потому как команда проиграла? Для меня это... я просто буду думать, в какой кофте я захочу играть. Я не верю, не суеверный. Кстати, как странно, кто-то говорил, что вы как бы играете в одном свитере, если он победный, то будете играть до поражения? Нет, это неправда. С «Зенитом» я играл в этой кофте, сейчас сыграл со «Спартаком» в этой кофте. В следующую игру, может быть, опять буду в этом свитере играть. Для меня это не важно. Самочувствие как вообще после травмы? Удалось ли набрать максимальную форму? Ну, конечно, нужно еще работать, и я чувствую, что есть какие-то вещи, над которыми нужно работать, тренироваться. В любом случае, нужно очень много тренироваться, и в принципе, форма у меня нормальная, я себя чувствую хорошо, но все равно тренироваться надо, и есть моменты, над которыми не нужно прибавлять и работать. Интересно, что психологически команда закрепостилась после этой неудачной серии. На ваш взгляд, это сильный момент? Да, я опять же повторюсь, я так не считаю. Я считаю, что наша команда сегодня показывала очень хороший футбол. Да, мы проиграли, да, мы проигрываем, но я надеюсь, что нас прорвет, и мне кажется, что нам не хватает совсем чуть-чуть. И в ближайшее время нас прорвет.